Приветствую вас дорогие друзья на канале Михалыч Топи Геймс, мы на аккаунте Бухалыча и в сегодняшнем видео мы на рейде сразу двух баз. Это первая база КХАК ФИН и давайте начнем ее рейдить. А прежде чем мы начнем крутые рейды, решил вам порекомендовать крутой канал, на котором не так уж и много подписчиков, но уже проводятся крутые розыгрыши, на которых можно выиграть донатные вещи, коробки, преми-аккаунты и даже денежные призы. Ближайший розыгрыш на 200 подписчиков, я думаю, что сделать 200 подписчиков будет просто на изи. Переходите по ссылке в описании и делайте ветер. И как вы видите, я уже подписался и даже нажал, чтобы все оповещения приходили. Почему именно так? Мало подписчиков, мало зрителей, значит шансы выиграть намного-намного больше. Прикольно будет выиграть 200 рублей, ну а на 1000 или на 300 подписчиков 300 рублей, на 500-500, на 1000-1000 я хочу выиграть именно миллион. Ребят, быстренько по ссылочке в описании переходите на канал, подписывайтесь и я вам буду от души благодарен. Ну а мы приступаем к нашим увлекательнейшим рейдам. Да ладно, даже и разрыв соединения был, а интернетик пропал на парочку секунд, но я надеюсь, что это не повлияет на лут. Я думал, что мне сейчас выкинется игры, я пройду сюда повторно и будет 16 шума, но мне повезло немного больше, чем я думал. База Хакфин и именно вот так вот нужно ее рейдить. Давайте заценим и посмотрим, что же за лут мне здесь достанется, какой лут я здесь получу. Взрывать здесь нужно несколько раз, поэтому я и подготовился заранее, сразу тремя зарядами С4. Итак, где-то здесь бродят охранники зомби, которые уже так и хотят, хотят, чтобы мы их слили. Сливаем всех до одного, без особых проблем, я думаю, нет смысла было верного друга с собой брать. И заглядываем в первый ящик, который здесь есть, беленький, ВСС-очка, ВСС-очка, ВСС, Винторез и 3 Глока, неплохо. Также я вижу здесь оранжевый ящик, который тоже хочется залутать и обязательно это сделаю в оранжевом ящике. Неплохо тоже забираем оба этих рюкзака военных. Припомним те времена, когда у нас не было тактических рюкзаков. Ребята, напишите, кстати, в комментариях, у вас был тактический рюкзак? Наслаждались ли вы этим, как говорится, крутым рюкзачком? Ну или вообще, есть ли он у вас сейчас? Я знаю, что многие ребята потеряли. А, кстати, здесь тоже еще один ящик. Почему бы не заглянуть именно в него? Вот здесь... Хо-хо, ребята, еще Глоки, еще больше брони и еще круче лут. Я думаю, что сейчас то время, когда нужно поменять что-то. Нужно обязательно слиться и обратно на этой базе очутиться. Но прежде чем мы это сделаем, естественно, сейчас мы все выложим в Чоппер. Чоппер это главное. Кстати, у этого парня тоже есть Чоппер. Кстати, мы сейчас это все сделаем. Вот так вот. И я думаю, что даже крепкий алкоголь у нас на холодных зимних локациях поможет выжить. Итак, давайте, наверное, первым делом мы завезем оружие домой. Кстати, его рум на сколько? Сколько у нас ячеек в Чоппере. И, наверное, так же быстренько сольемся. Это поможет нам вернуться сюда же, но уже с пустым Чоппером. А все, что у нас там есть, выложим дома. Ну что, ребят, у нас, в принципе, дежавю. Мы второй раз здесь же. И теперь остается обязательно забрать свой труп. Обязательно выложить еще разочек все, что у нас было, все, что у нас есть в Чоппер. Потому что даже если мы не найдем или найдем какие-то вещи, чтобы сразу было куда их сложить. Я думаю, что хорошая идея будет, естественно, вот этот вот шматецкий запилить себе. И попробовать одеться в свой же усиленный. Хотя там есть немного попрочнее, понемногу бы круче. Я думаю, что тоже к нему дойдут руки. Если мы больше ничего здесь не найдем, то именно на это руку мы накладем. Так, взрывать еще раз буду. Да, буду. Наверное, вот сюда. Вот сюда взрываем. И наслаждаемся рейдом до конца. Отойти от взрыва. Потому что взрывы бывают коварными и очень опасными. Блин, если бы я взорвал немножечко правее. Станок для переработки. Не нужно было бы лутать. И это лишний шум. Что за фигня, я думаю, что было бы, если вы, ребят, смотрите это видео. Взрывайте немножечко левее. Или получится немножечко выше. Без проблем своим дробовиком я справился. И вы, ребят, никакого шума лишнего не нанесете. Но я думаю, что вот этот красный ящик, который здесь есть, для нас как бы уникален. И я именно его хочу забрать. В дуб. И вот этот вот красный ящик. Ну что, красный ящик, настало твое время? 92 шума. Ой-ой-ой, ребят, еще глоки, еще броня. И я думаю, что сейчас даже задумываться не будем, что мы забираем. Забираем мы точно броню. И я думаю, что точно даже то, что на мне, я как бы поменю. Подождите, на мне что, такие же ботинки? Ну, мне, по-моему, на головной убор. Вот. Вот теперь точно. Вот теперь хорошо. У нас более-менее топовый рейд. Я вам скажу, что бывают такие рейды нечасто. Хотелось бы побольше таких рейдосов. Если честно, если бы я не разрушил вот эту вот штукенцию, то можно было бы, блин, раскрыть, открыть все ящики, которые здесь есть. Но другого варика у нас нет. Так, разбиваем. Если что, топор меняем. Если что, алкоголь меняем. Если что, дробовик меняем. В принципе, я надеюсь, что... Так, 20 железных пластин. Топор. Пластины. Ээээ, мужики, вообще, ребята, вы что делаете? Пластины. Я, наверное, буду сваливать, что ли? Или все-таки вот ту масочку я заберу? Так, пацаны, пацаны. Маска водолазная или противогазная. Ребят, мы отправляемся на еще один рейд. Вернее, на месть базы выжившего. Посмотрим, что мы там сможем найти. Я уже успел добраться до еще одной базы. И ник этой базы или название где-то выпадет или вверху, или внизу. Но самое главное, что здесь есть бутылки в чокере. И здесь можно заняться своими грязными делишками. Слить весь бензин у этого чопера и, естественно, перелить его себе. Это очень круто. Ну, а мы приступим к рейду. Кстати, здесь сразу флешки и телефоны. Если у вас недостаточно микросхем, или у вас нечем торговать, например, с торговцем, то сигареты и вот эта вся штука вам понадобится. Кстати, телефоны, часы, это медь будущая, это микросхема, это микросхема. И это очень круто. Взрывать мы будем вот здесь, потому что, потому там за ним крутой ящик лежит. И хотелось бы обеззав... Ух ты, какой взрывончик, прям замедлилось на взрыве. Интересно было бы, конечно, слить всех обколе, но у меня не так уж много времени. Да и думаю, для вас это как-то не особо займет много внимания. Если честно, то идеальные способы сливания зомби, это тереть их обколе. Здесь эта возможность присутствует. Просто-напросто бегаете с зомбиатиной туда-сюда и заставляете его, нет, не заниматься спортом, а сливаться об эти же коле. И это довольно-таки неплохо, несмотря ни на что. Ну, а у нас есть дробовик, поэтому с дробовиком нам проще. Итак, здесь в первом ящике у нас лежит и ушами шевелит немножечко мясца и брони. Следующее место, куда и как нужно взрывать. Кстати, здесь есть турели, но она немного недоделана. Что тут, миниган уже стоит? Да, миниган стоит, все остального нет. Вот этот ящик нас интересует довольно-таки серьезно, потому что за ним есть тоже маленькая уловочка. Нам нужно именно вот сюда рубиться для того, чтобы у нас все получилось. И должно обязательно получиться. Вот эта вот сушилка будет между нами и зомби, таким барьером невидимым, а мы, вот вы как заметили, там есть красненький ящик. Именно этот ящик меня сейчас больше всего интересует. Так, немного подлагивает, не знаю. Кстати, здесь у нас есть вот такая трабл. Это вот такая вот турелька. Намерен я ее слить даже с дробовиком. Не особо, конечно, хотелось бы, но, блин, ладно шоколадное. Здесь есть красный ящик, за которым я пришел. Давайте, наверное, сольем всех зомби, которые там есть. Если мы их не сольем, будут подлагивать. А это как-то не особо круто. Ждем пока все зомбятушки-перепрятушки прибегут. Все до одного прибегут. Идите сюда, товарищи зомби. Я вас всех угощу крутым фотоаппаратом. У меня дробовик фотоаппарата. И я у вас хотел бы всех сделать с вас такое групповое фото. Вроде бы не все прибежали. Один, как всегда, опаздывает. Он же толстяк. Даже двое. Ого. Это уже групповое опоздание. Я думаю, что на наш рейд не должен опаздывать никто. Итак, слили. Отлично. Красненький ящик. Именно за ними я и шел. Как говорится, я хочу... Опа. Я хочу... Ага. Это я вот так вот сделал. Думаю, если честно, что теперь... Ну, как минимум мини-гашек. Я даже не успел увидеть, что тут лежало. Я прям так быстро нажал забрать все, что прям... Прям очень быстро, ребята. Не знаю, стоит ли рубиться вот сюда. Не знаю, в каких ящиках стоит искать. Но давайте подыщем именно цветные ящики. Именно в них и заберем лут. Что-то мне подсказывает, что это еще не все. И нам нужно найти где-то здесь еще более крутой лут. Видите, я давненько, но рейдил эту базу. По-моему, вот сюда нужно рубиться. Если честно, то чтобы не особо ошибиться. Если нет, то левее на одну. Ага. То есть именно сюда. Потому что на левее. Я помню, что я сначала вот здесь рубанул. Уперся в этот станок. А потом рубанул сюда. И этот шум лишний поднял. Я помню, что где-то здесь ошибочку сделан. Но теперь очень круто то, что ошибка исключена. И вот он. Вот и здесь два хранилища, которые могут вас вести в оману. Но у нас именно к этому ящику сегодня все вопросы. Бам. Ведь когда-то вы видели более крутое оружие. Когда-то вы видели более крутое оружие. Блин, все зомби приближались сюда. Компенсатор. Облегченное сырье. Ого, это просто идеально, ребят. Это, хоть и одирать, но представьте себе. Это не мое. Это не мое. И я могу насладиться всем этим. Давайте дождемся, пока теперь зомби придут сюда. В принципе, мы можем их гонять туда-сюда бесконечно. Это позволит нам сэкономить вообще патроны. Если вам интересно. Блин, это долго. Если вам интересно, сейчас я вам покажу. Но, в принципе, сейчас я сливаю всех зомбятушек-перепрятушек. Ждем, пока они приближаются. И обязательно сейчас дождемся всех. Так, расправился я со всеми зомби. И скажу вам, что можно было бегать отсюда. Бежать где-то вот сюда. Например, ждать, пока они прибегут через стенку вас бить. Но они коцаются. Они набивают себе урона ближайшие стены. Колье. И теперь вам просто на изи все делать. Теперь я помню, что где-то вот с этих ящиков нужно брать лут. Именно где-то в этих ящиках что-то очень крутое. И я понимаю, что нужно было бы и слиться. Блин, ребят, пустой ящик. Но самое главное, что у нас еще шума хватает. Ага, вот он. Вот он, ребят, драгоценнейший ящик, в котором много крутого лута. И сливать зомби. Они будут бегать туда-сюда. Вы будете сливать их об Колье. Ну, теперь у меня только одна задача. Мы сейчас заполним чоппер. Крутым лутом. Отправимся домой. Ну, то есть слиться. Отправиться домой. Подальше все. Подальше все. Самое крутое, самое просто топовое. И катанками, ребят, забьемся. Я думаю, что кота много никогда не бывает. И это просто топово, когда вы находите подобные рейды. Бам! Слился. 17 минут прожил. Но, тем не менее, сейчас мы быстренько вернемся на эту базу. Итак, ребят, мы дома. Вернее, мы на базе. Мы уже бы побывали дома и забрали весь самый топовый лут. Понятно, что который здесь лежит, лутец, нам еще пригодится. Поэтому забиваем. Забиваем повторно чоппер. И я думаю, что это все уже отправится повторно к нам домой. Итак, одеваемся в то, что у нас было. Нас тут особо-таки не подбили. Единственное, что можно было бы еще покруче лут здесь найти. И я думаю, что как минимум катаны сейчас послужат нам неплохую роль в качестве лута. Я не взял с собой специально никаких топоров. Но эту базу можно разобрать полностью. Ну, просто немножечко потроллить нашего Громиллиончика. Громиллиончик, кстати, троллится довольно-таки легко на этой базе. Так, давайте, наверное, уделим внимание вот где-то вот этому ящику. Потому что он как-то поблизи с медикаментами, с талами медицинскими. Отлично, как я и думал, то, что у нас здесь все получится. Давайте катанку сюда, катанку сюда. И меня как-то вот именно вот этот вот ящик смущает. Надеюсь, что давайте хоть что-то забьем, хоть каким-то лутом свой инвентарь. Не знаю, что здесь можно еще взять. Но, по-моему, у меня уже ящиков надбитых-то нет. Я просто так как-то немного на этой базе-то пособирал. Но самое главное, воду будет как-то даже стыдно брать на подобном рейде. Талон один? Нет, нет, нет. Ну ладно, давайте все-таки подумаем, скрестим пальцы. И все-таки решимся то, что у нас удача много чего значит. И даже этот рейд уже довольно-таки хороший. И что в этом ящике, то мы заберем. Нет, не хотелось бы в этом ящике все забирать. Так, Громила, ты где? Громила пришел. Громила, молодец. Сколько у меня там топоров? У меня есть два топора. То есть я могу немножечко ящиков-то подолбить. О, эмочка неплохо. Дальше давайте смотрим. В принципе, Громила здесь особо нам не важен. Из-за того, что там барьер между нами и зомби есть, то мы довольно-таки успешно троллим Громилу. И главное, чтобы он бил. Потому что если он не будет бить, то он телепортируется. Так, здесь мы с ящиками разобрались. Я думаю, что предстоит теперь где-то в другом месте искать, как говорится, ящики. И Громила бежит. Самое главное нам Громилу. Все, Громила бежит. И отлично, мы сейчас продолжаем лутаться. У нас там пол топора. Я так понимаю, что вблизи то, что мы просто-напросто... Ага, краска. Ну, красить ящики почему бы и нет. Я бы, например, раньше не уделял внимания краске. Все, топор чикнул. Это означает, что краска это самый лучший способ. Желтенький, красненький, синенький, черненький. Ну, в принципе, неплохо. И я думаю, что сейчас мы будем бежать на все четыре стороны. Потому что Громила будет дебелой урон наносить нам. Очень большущий урон. И если мы сейчас останемся хотя бы на секунду, с одного удара он нас убьет. Ребят, спасибо за просмотр. Не забываем ставить лайки, подписаться на канал, писать комментарии. Вам удачи и пока. И увидимся уже в следующих видео. Пока-пока.